Разгром статьи на ведомостях о том, как выгоднее инвестировать в золото. Из этого видео вы узнаете о кривых-косых способах инвестирования в золото, которые как раз в статье ведомостей перечислены. Затем о нормальных способах инвестирования в золото, более выгодных. Это уже непосредственно из нашего материала. Подтверждено все будет графиками и фактами. Приветствую вас, меня зовут Александр Ванов, я автор проекта Финсоветник. И, разумеется, как любой профессиональный инвестор, смотрю за новостями и на русском языке ведомости. Один из самых интересных источников. В частности, пару дней назад я заходил на этот сайт, увидел здесь статью с заголовком «Как выгоднее инвестировать в золото». Вот эта статья. В целом, я регулярно читаю ведомости и мне нравится материал, который здесь излагается. Когда я увидел статью про золото, я подумал, что что-то интересное для себя почерпну. Тем более, что в качестве автора здесь заявлен заместитель председателя правления финансовой группы БКС. На всякий случай, напомню, что БКС – это один из крупнейших российских брокеров. По рейтингу брокеров, напомню, что на сайте финсоветник.com в разделе «Начинающему инвестору» есть пункт «Рейтинг брокеров по количеству клиентов», «Начинающему инвестору», «Рейтинг брокеров по количеству клиентов». Здесь есть рейтинг, и в нем БКС на данный момент занимает четвертое место. Ну, то есть за Сбербанком, Тиньковым, ВТБ, и после этого идет как раз БКС, то есть позади крупных банков, у которых, понятно, много есть клиентов, которые они конвертируют и на брокерские услуги. Они, например, обходят финам, они обходят открытие, они и Альфа-банк тоже обходят. Ну, и когда вы видите статью, да, где заместитель председателя правления, одного из крупных российских брокеров рассказывает про инвестирование, конечно, вы думаете, ну, наверное, что-то интересное здесь будет. Прочитал статью, оплевался, по-другому нельзя сказать, подумал, вот, блин, такая бредятина жуткая, и решил записать видео, ну, чтобы, может быть, если вы эту статью читали, чтобы вы понимали, что на самом деле надо в золото по-нормальному инвестировать, а не как в этой статье. Давайте, чтобы не быть голослованным, разберем эту статью, разберем факты. Во-первых, надо сказать, статья-то коротенькая, потому что инвестирование в золото, это на самом деле очень такой большой раздел, в нем можно затронуть, ну, например, инвестиции в золотодобывающие компании, которые есть и в России, и за рубежом. Ну, ладно, поэтому вообще про золото там чуть ли не там отдельный вебинар можно проводить, или очень длинное видео записать. Ну, окей, окей, да, вот вся вот эта вот статья, вот, уже долистали до конца. Я удивился, что она такая небольшая, но еще больше я удивился содержанию этой статьи. Давайте пойдем по фактам из этой статьи. Ну, начинается все с того, что золото является неотъемлемым элементом сбалансированного долгосрочного портфеля. Вообще, такая очень замудренная, очень умная фраза, и прямо после этого хочется сразу доверять этому эксперту. Ну, такой словесный оборот он прямо вставил. На самом деле, если посмотреть на график цен на золото, то уже становится понятно, какова компетентность автора этой статьи. Еще раз повторюсь, вот по этой формулировке он говорит, что золото является неотъемлемым, ну, неотъемлемым, то есть, по сути, обязательным элементом сбалансированного долгосрочного портфеля. Если этот элемент такой обязательный был в портфеле у вас, как у инвестора, давайте посмотрим, сколько вы бы заработали за последние несколько лет. Как мы это увидим? Посмотрим на график цен на золото. График цен на золото мы с вами посмотрим на сайте investing.com. У нас одно из ближайших видео, это будет видео про сайты, где можно смотреть биржевые котировки. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить это видео. У нас уже дизайнерская обложка под это видео готова. Перечень тем тоже готов, и перечень сайтов, которые там будут обсуждаться. В общем, подписывайтесь, чтобы его не пропустить. Это график цен на золото с 2009 года, то есть, за последние 10 лет. Что здесь видно? Видно, что последние лет 5 золото, а здесь цена в долларах, золото стоит на месте. То есть, это означает, что если бы вы инвестировали в золото в долларах лет 5 назад, вы бы сейчас остались при своих. То есть, вообще ничего в долларах вы бы не заработали. Более того, если бы вы в золото проинвестировали, например, в 2011 году, 2012, 2013 году, вы вообще рисковали бы не просто не заработать, а быть еще и в минусе. То есть, с этой точки зрения золото могло уступить, ну уж совсем, да, такому простому вложению, как банковский вклад в долларах, да, банковский вклад в долларах за 5 лет при ставке, там, 2%, например, да, принес бы порядка 10%, и это, да, вклад, который, там, застрахован до 1,4 млн рублей, ну, разумеется, в пересчете на доллары, а по золоту вы бы остались при своих, ну, по сути, да, оставшись при своих, не заработав даже процент по банковскому вкладу, вы в реальном выражении, конечно, деньги бы потеряли. В общем, поэтому по графику есть очень большие вопросы, да, вот, ну, видно, что инвестиции в золото не показывают себя как-то интересным каким-то образом, и я даже не говорю про инвестиции, там, в ценные бумаги или, скажем, в акции, которые там могут сегодня вырасти, завтра снизиться, я вообще говорю про банковский вклад, то есть за последние 5, 6, 7, 8 лет инвестиции в золото проигрывали даже банковскому вкладу в доллар. При этом чуть позже в статье действительно пишется, что за последние 5 лет стоимость золота в долларах упала, то есть при этом автор подчеркивает, что стоимость золота в долларах упала, но все равно говорит, что, значит, в случае ослабления рубля стоимость золота в национальной валюте сильно растет. Ну, да, понятно, что когда доллар к рублю вырос, был доллар 30, стал доллар 60 с лишним, да, понятно, что и золото, номинированное в долларах, тоже вырос, но, опять же, это не отвечает на вопрос, а почему мы должны инвестировать в какое-то там золото, то есть как-то, да, как говорят в народе, запариваться, когда можно деньги положить на долларовый банковский вклад, что априори намного легче. Ну и, кстати, да, банковские вклады у нас страхуются, в отличие от, например, каких-то других инвестиций, в том числе в обезличенные металлические счета, которые обсуждаются в данной статье. Итак, первая нестыковка, говорится, что это обязательный элемент, неотъемлемый элемент сбалансированного долгосрочного портфеля, но история последних там ни года, ни там 6 месяцев, ни одного месяца, история последних нескольких лет показывает, что инвестиция-то, ну прямо скажем, хреновенькая, даже банковскому вкладу на горизонте 5-8 лет уступала. Далее, про список инструментов, которые здесь обсуждаются в статье. Это еще ладно, если бы статья была подробная, можно было бы закрыть глаза на такую оговорку, ну и ладно. Что здесь перечисляется? Россияне могут инвестировать в золото, приобретая слитки и монеты, а также через обезличенный металлический счет. Вот такой вот перечень. Честно скажу, я думал, что это только начало статьи, и что после перечня этих инструментов он перейдет к перечню нормальных инструментов. Как показала практика, это все, что описывается в статье. Ну, в самой статье, справедливости ради, минусы слитков и монет описываются вполне нормально, но приходим мы к тому, что обсуждаются обезличенные металлические счета. При этом, это вообще просто потрясающая фраза, прям под шлобелевскую премию, наименее обременительным для инвестора может быть открытие обезличенного металлического счета. Конечно, может быть, по обременению это наименее обременительное, вот с точки зрения выгодности, это вообще, как говорят в народе, это полная шляпа. Почему? А давайте посмотрим, давайте посмотрим на числа. Тут говорится наименее обременительным, ля-ля-ля-ля-ля-ля, во всем абзаце вообще ни одного числа нет. Не здесь, не здесь. А мы с вами на числа сейчас посмотрим. Посмотрим на числа, ну где смотреть на числа, как ни на сайте Сбербанка. И посмотрим на котировки для обезличенных металлических счетов, посмотрим на их динамику. Во-первых, давайте посмотрим на динамику цен на золото за последние несколько месяцев. Вот эта динамика цен на золото за последние несколько месяцев можно увидеть, что золото сейчас находится на максимальных значениях за последние примерно полгода. Я показываю вам график вот в таких простых линиях. На нашем канале, скорее всего, следующее видео будет про японские свечи. Вот как раз, что означают такие графики. Можете его посмотреть, если подпишетесь на наш канал, то не пропустите. Оно будет уже скоро на днях опубликовано. Ну и видно, что сейчас золото на максимумах. Такой же максимум был в феврале. Ну и до этого выше мы были только в апреле 2018 года. То есть, ну даже не за полгода, даже почти за год золото находится сейчас на максимальных значениях. Если золото на максимальных значениях сейчас, то с точки зрения здравого смысла, если вы в течение предыдущего года золото покупали, скорее всего, вы должны быть в прибыли. Если золото сейчас на максимумах, значит те, кто покупал ранее, должны быть в прибыли. А если вы открыли обезличенный металлический счет через Сбербанк? Давайте посмотрим, были ли бы вы в прибыли. Смотрим котировки обезличенных металлических счетов. Это официальный сайт Сбербанка. Да, сбербанк.ру. И раздел котировки драгоценных металлов, обезличенных металлических счетов для отделения. Смотрим. Смотрим на две линии. Верхняя линия, которая оранжевым, это цена продажи. Это та цена, по которой Сбербанк нам продает, ну или по которой мы покупаем. Ну, разумеется, Сбербанк, он в накладе не остается, в отличие от клиентов Сбербанка обычно, да. Ну и продает он подороже, а покупает он, выкупает у нас подешевле. То есть покупаем мы по верхней линии, продаем по нижней. И вот здесь вы можете увидеть большие разрывы, так называемые спреды, которые есть в обезличенных металлических счетах. При этом, что интересно, статью про обезличенные металлические счета мы публиковали у себя в блоге еще в 2016 году. Она доступна и в блоге, и на сайте. Ссылочка на подробный вариант этой статьи будет в описании этого видео. Так что, если хотите, почитайте. Но главный как раз минус, который, ну, как ни странно, в статье не упомянут, это, конечно же, вот те самые спреды, да. Если говорить таким простым языком, то покупать вы можете по более высокой цене, продавать по более низкой. При этом разница между ними может достигать где-то 10-12% от цены. Ну, ради интереса берем какую-то здесь точку, да, и видим, что Сбербанк продает по 3100, а покупает он где-то по 2700. То есть спред может составлять 300-400 рублей. Это 10-12-15% от цены. Это очень много. И теперь простейшая математика, да, ну, вот здесь у нас, да, с декабря по июнь за последние полгода представлен график. Посмотрите, оранжевая линия всегда была выше зеленой линии. Зеленая линия, та линия, по которой вы могли бы продать, да, закрыть обезличенный металлический счет, она никогда не поднималась выше оранжевой. Что это означает, если говорить простым языком? Помните, в фильме «Назад в будущее» в одной из частей была история, как, значит, книжка, да, такой брошюрочка такая с исходами спортивных соревнований попала, да, вот из будущего в прошлое. И на ней удалось сказочно одному из героев фильма обогатиться. Вот теперь самое смешное в этой ситуации. Вот у нас с вами сейчас 6 июня, день записи этого видео. Если вас перенести на полгода назад, да, вот на начало этого графика, на 6 декабря, вам дать вот этот график и сказать, вот смотрите, это котировки ОМС, сможете ли вы заработать на этом графике? Ответ нет. То есть настолько большие спреды, что даже если вы знали бы наперед изменение котировок за 6 месяцев, вы не смогли бы заработать. Потому что никогда не было такого за последние полгода в котировках на сайте Сбербанка, что можно было бы купить по какой-то цене более низкой, продать по более высокой. За счет вот этих спредов по 300-400 рублей, за счет вот этих грабительских спредов, по-другому их и не назовешь, получится, что даже зная котировки наперед, на полгода вперед вы не смогли бы заработать. Вот это огромнейшие спреды в Сбербанке, да, в обезличенных металлических счетах. Ну, здесь вот видно, да, что если бы вы купили где-то вот здесь вот и продали бы здесь, вы бы просто на золоте бы заработали, на обезличенных металлических счетах нет. По сути, Сбербанк за счет вот этого спреда просто съедает вашу прибыль, съедает еще что-то сверху, оставляя вас в минусе, ну, а себя, разумеется, в большом плюсе. И обезличенные металлические счета, как раз именно в конце статьи, советуются инвесторам и рассказывается о том, как интересно инвестировать в золото через обезличенные металлические счета. При этом, опять же, говорится, что ориентироваться на горизонт не менее 3-5 лет. А мы с вами помним, что те, кто ориентировался на горизонт 3-5 лет по золоту, да, в предыдущие годы, они как раз были либо при своих, да, либо с маленьким плюсом, либо с определенным минусом. В общем, получается, что статья, конечно, очень низкокачественная, и здесь она заканчивается, больше ничего не сказано. Это потрясающе. Почему это потрясающе? Потому что на самом деле есть нормальные способы инвестирования в золото. Ну, отбросим все, что рассказывается в этой статье, да, там, покупка, там, монет или обезличенные металлические счета, да, про обезличенные металлические счета, надеюсь, вам понятно, что здесь такого плохого. Это спред, в первую очередь. Но есть же другие инструменты. Есть, например, биржевые способы инвестиции в золото через ценные бумаги. Одним из способов такого инвестирования является покупка ETF на золото. При этом ETF на золото доступны как на российских рынках, так и на зарубежных биржах. В частности, есть два ETF. Один из них является популярным в России. ETF на золото торгуется на московской бирже. Его тикер FXGD. Второй ETF торгуется на Нью-Йоркской бирже. Это ETF с тикером GLD. Оба ETF на золото. При этом один из них торгуется на московской бирже в рублях. Второй из них торгуется на Нью-Йоркской бирже в долларах. Соответственно, если посмотреть на график того ETF, который торгуется на Нью-Йоркской бирже в долларах, то понятно, что по цене он будет примерно совпадать. 90-95%, даже 99% совпадать с котировками цены золота в долларах. Это просто ETF к ней привязан. Здесь, я думаю, виден вот этот повторяющийся паттерн. Тот, который торгуется в рублях, будет, разумеется, отличаться, потому что здесь еще идет разница, связанная с курсом доллара. Ну, в частности, вот здесь был рост в 2014 году, когда доллар к рублю сильно вырос, этот ETF в цене сильно вырос. Почему странно, да, почему странно видеть, что эти ETF здесь не упомянут? А потому что эти ETF являются ценными бумагами, а автор статьи – заместитель председателя правления одного из крупнейших российских брокеров. Как можно было в статье это не упомянуть? И, ладно бы, это ETF, которые там недавно появились, да, ну вот, скажем, из самых свежих новостей из СМИ, там, Тинькофф, там, они, значит, сделали компанию Тинькофф Капитал, управляющую, они свои биржевые пифы хотят запустить на московской бирже. Это вот прям самая свежая новость. Допустимо ее не знать, хотя, конечно, понятно, профессионал в инвестициях должен и новости, и свежие новости тоже просматривать. Ну, ладно бы, такую новость, как бы ее не грех не знать. Но вот этот ETF на золото, на московской бирже в частности, стоимостью 604 рубля за одну бумагу на данный момент, был запущен в 2013 году, да. Напомню, что у нас на сайте финсоветник.ком есть раздел «Наши сервисы», ETF на московской бирже. Вот здесь вот есть список ETF, которые доступны на московской бирже. Ну, и у нас была инфографика, где были указаны даты, когда стартовали торги по темальным ETF. Скоро 6 лет исполнится ETF у стикера FXGD, как он, да, ETF на золото был запущен на московской бирже. Ну уж извините, если что-то 6 лет на московской бирже торгуется. Ну, профессионалу, который работает на такой высокой позиции в такой крупной компании, ну, это уже, не знать, ну, это уже как-то весьма-весьма странно. Почему про это не было ничего сказано. Я уж не говорю про какие-то другие инструменты более хитрые, например, там, фьючерс на золото или какие-то другие способы. Это не инвестиционный, такой более трейдерский механизм. Ну уж ETF на золото, это, как говорят, маст, да, это обязательно должно было в статье. Я именно это, собственно говоря, и искал. Да, там есть определенная разница. Например, вы ETF на золото на московской бирже можете очень легко приобрести, открыв счет у БКСа, ну, или у другого брокера. Я думаю, что поняв компетентность сотрудников брокера БКС, вы, наверное, может быть, подумаете насчет других брокеров. Кстати, здесь написано, у каких брокеров у меня есть счет. Угадайте, почему я счет у БКСа не открывал. Вот, соответственно, этот ETF за 600 рублей, одну бумагу можно приобрести, это, как бы, легко и доступно. Там есть определенные, да, такие тонкие моменты касательно приобретения ETF-ов, например, на Нью-Йоркской бирже, касательно доступа туда. Я, собственно, думал, что здесь как раз будет информация касательно вот этих тонкостей и хитростей. Но здесь ее не было. Я думал, что, может, здесь я почерпнул для себя что-то новое. Здесь этого раздела совсем не было. Давайте подведем итоги. Значит, статья на ведомостях, от которой, ну, так скажем, прямо у меня пригорело, по-другому-то и не скажешь, называлась «Как выгоднее инвестировать в золото». Автором статьи является заместитель председателя правления БКС одного из крупнейших российских брокеров. Четвертое место в рейтинге брокеров по количеству клиентов на данный момент. Однако в самой статье были указаны весьма, на мой взгляд, невыгодные способы инвестирования в золото. По одному из них, да, по некоторым из них в статье написано, почему они невыгодные. По обезличенным металлическим счетам мы с вами это обсудили, вот эти вот гигантские спреды невыгодные. Ну, например, вот мы брали, я лично в портфель и те, кто следует нашему сервису инвестиционных идей, мы золото брали раньше. Мы брали золото этой весной. Оно с тех пор подросло на несколько процентов и ETF, которые торгуются на московской бирже, и ETF, которые торгуются на нью-йоркской бирже, да, оба подросли на несколько процентов в цене. Мы там в плюсе, мы получили прибыль. А через ОМС, обезличенный металлический счет, вы бы прибыль даже теоретически не могли бы получить за счет вот этих вот спредов. Да, соответственно, нормальные способы инвестирования в этой статье не были затронуты. Это нормальные способы инвестирования, это ETF на золото. Если они вам интересны, то тикер FXJD, самый простой способ инвестирования в золото, это не является рекомендацией к покупке данного ETF, потому что я, например, думаю, не пора ли его, например, продавать, потому что я покупал его дешевле, ну и, да, возникла идея, а не продать, не зафиксировать ли прибыль. Это просто информация для размышления, ну и действительно о том, как можно нормально инвестировать в золото информация. Также напомню, что у нас на сайте для вас есть рейтинг брокеров, статья про плюсы и минусы обезличенных металлических счетов, также список ETF на московской бирже. Будьте внимательны, ведомости это очень хорошая авторитетная СМИ, но иногда здесь попадаются такие статьи, про которые приходится записывать вот такие вот видео. Большое спасибо за то, что досмотрели это видео до конца, желаем успешных инвестиций, если видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, ну и подписаться на наш канал. Большое спасибо за внимание.